С начала этого года в республике было передано частным лицам 16 объектов. Приватизация государственного имущества плановая и проходит по поручению федерального правительства. На продажу сейчас выставлены акции Чуваш Автодора. Какой эффект это принесет и как обстоят дела на крупнейшем предприятии дорожно-транспортной отрасли, узнавали мои коллеги. Правительство республики намерено продать три четверти акции Чуваш Автодора. Данный пакет уже выставлялся на торги в августе, но победитель этого конкурса не смог выполнить взятые на себя обязательства. Внесенный задаток в размере 17 миллионов рублей, как того требует закон, был удержан и внесен в региональный бюджет. В республиканском правительстве подчеркивают, что приватизация поможет предприятию привлечь дополнительные инвестиции и укрепить материально-техническую базу. Сейчас Чуваш Автодор работает в штатном режиме. Здесь активно готовится к зимнему содержанию дорог. На сегодня все 11 филиалов заканчивают подготовку к зиме, в том числе заготовку ПСС. На территории Чебоксарского АБЗ мы начали работу по изготовлению холодного асфальтобетона. Техникой мы полностью оснащены, в том числе в рабочем и исправном состоянии, заправлены, готовы к работе. Выйти на уборку дорог готовы хоть сейчас, говорят механизаторы. В этом году для содержания трасс на предприятии планируют привлечь более 250 спецмашин. Это предприятие является основным предприятием по обслуживанию нашей республиканской дорог. Сегодня проверили готовность по спецтехнике, по наличию противоголовных материалов. Я, как уже посмотрел, проговорил с людьми, что настроение есть, хорошее настроение имеется, техника готова к зимнему обслуживанию. Поэтому я считаю, что совместными усилиями предприятие полностью войдет в зимний режим работы. Организация в целом прекрасно развивается, можно работать. Содержание автодорог содержим очень хорошо. Работники, машина, техника, все у нас готово. В общем, настрой прекрасный. Сейчас предприятие обслуживает более 2500 километров дорог. К слову, такие объемы работ Чуваш Автодор выполнять способно. Портфель его заказов сейчас превышает полтора миллиарда рублей. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Продолжение следует...